Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Даниила и обратимся к 12 главе этой книги. 12 глава довольно короткая по сравнению с предыдущими, по крайней мере, главами. На самом деле является заключительной главой книги, заключительной, по крайней мере, для второй части книги, ну и, соответственно, для всей книги в целом. Она непосредственно продолжает все то, что в предыдущей главе ангел открывает Даниилу о последних временах, о тех, видимо, временах, когда, собственно, и пишется эта книга, о временах непосредственно предшествующих Маковейскому восстанию и Маковейским войнам. И если в том, что мы с вами видели в предыдущей главе, легко узнаются исторические события, известные нам по другим источникам, да по тем же хотя бы Маковейским книгам, да и по другим историческим источникам, то здесь, в 12-й, обсуждаемой нами сейчас главе, автор предлагает некоторые выводы, скорее, такое видение, обобщающее то, что было сказано выше. И начинается, собственно, глава, пророчество некоего, вернее, даже будет сказать не пророчество, а предсказание о том, что восстанет в то время Михаил князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое. Вообще говоря, поскольку здесь дано этому князю великому имя Михаил, не принято так уж прямо видеть в этом мессианское пророчество. Скорее, это некоторый разговор о ком-то из современных или ожидаемых Даниилом властителей, может быть, первосвященнике, может быть, князе или царе. Главное здесь то, что он будет стоять за сынов народа твоего. Но на самом деле это, может быть, самое и интересное, и важное, потому что уже в ту эпоху, когда пишется, вот вторая половина книги Даниила, с властителями вообще большая проблема. А уж насчет того, чтобы властители, стоящие за сынов народа, так с этим проблемы еще больше. Они на самом деле все как один, стройными рядами эти правители, ничем кроме себя самих не озабочены. И то, что автор книги Даниила вот с надеждой взирает в будущее, ожидая кого-то, кто хотя бы будет на стороне сынов народа своего, кто хотя бы не будет занят только личным обогащением. Вот это, на самом деле, очень характерная и поучительная вещь. И дальше говорится о том, что вот наступит время тяжкое, и такого времени никогда не было, но спасутся в это время из народа этого все, которые найдены будут записанными в книге. То есть речь идет здесь о том, вот этот образ подразумевает, очень важный, что существует некая книга, книга, книга живых, книга предназначенных ко спасению, книга списков, по-разному очень люди интерпретируют этот образ, тем не менее, вот книга, в которой записаны имена людей, которые спасутся, спасутся те, которые найдены будут записанными в книге. И сам Господь Иисус на самом деле цитирует этот образ, если не этот текст, то во всяком случае этот образ, говоря о том, что тому не радуйтесь, что бесы вам повинуются, а тому радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Некая существующая на небесах книга, в которой записаны люди, которые спасутся. Что нам, собственно, из этого образа важно увидеть? Обратить, наверное, необходимо внимание на то, что автор Даниила вовсе не указывает то, что потом так любили придумывать средневековые разнообразные толкователи, что туда записаны только те, кто хорошо себя вел, или что наоборот, кто туда записан, те и хорошо, а кто-то ухитрился каким-то образом появиться на свет, не будучи туда записанным, он об этом горько пожалеет и так далее. Еще какие-нибудь можно найти толкования, по какому принципу попадает человек в списки, которые в этой самой книге. Ну вот, раз Даниил об этом не говорит, вероятно, что-то другое для него важно. И важно для него вот что. Во-первых, конечно, этот образ книги очень соотносится с разнообразными списками, существовавшими и в древности, и во времена написания книги Даниила в самых разных условиях. Списки подданных, списки сатрапов областей, списки налогоплательщиков, списки владельцев участков земли, едва ли составлялись списки рабов. Хотя, может быть, и так. Это очень распространенное явление, списки в руках у того, кто имеет власть. Значит, списки тех, которые спасутся, это нечто, что держит в руках Бог, властвующий жизнью. Собственно говоря, в этом все дело. Это способ не отличить тех, кто записан, от тех, кто не записан. Это способ сказать, что жизнь и власть над нею принадлежат Богу, тому, у кого в руках эти списки. Книга жизни – вот это атрибут того, кто является настоящим царем и владыкой жизни. Следующая важная идея во втором стихе. Тоже не то, чтобы она была так уникальна для книги Даниила, но все-таки тоже она здесь сформулирована в очень ясном образом. Продолжение разговора о том, что спасутся те, кто записаны в некой книге, у того, кому принадлежит власть над жизнью и смертью. И вот многие из спящих в опрахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Смотрите, с одной стороны, автор этих слов различает вечную жизнь и вечное поругание и посрамление. различает. И очевидно, что то или другое, жизнь или посрамление зависят от того, как именно человек жил, как именно он провел те дни, которые были отпущены ему на земле в правде Божьей или наоборот в противлении этой правде. И таким образом получается, что те, кто следует заповедям, следует закону, следует правде Божьей, вписываны таким образом, может быть, сами себя вписывают тем самым в эту книгу жизни. Но кроме этого, мы проскальзываем взглядом слова о том, что многие из спящих в опрахе земли пробудятся. То есть речь, собственно, идет об общем воскресении мертвых, о том, что все те, кто спят в опрахе земли, пробудятся. Слово «многие» здесь не должно нас дезориентировать. Речь не идет о том, что многие, но не все. Нет, конечно. Многие в данном случае речь идет о том, что очень много тех людей, чьи поколения уже ушли, кто уже лежит в опрахе земли, но они восстанут. Здесь снова не обсуждаются все или не все. Здесь просто указывается, ну, знаете, может быть, можно было на русский перевести, и многочисленные спящие в опрахе земли пробудятся. Ну и, наконец, дальше еще. В третьем стихе говорится, «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих правде, как звезды». Разумные будут сиять, как светило на тверде. Это, в общем, можно сказать, идиоматическое выражение для эпохи мудрых Израиля, для всей литературы мудрых Израиля, представление о том, что человек, который празден, человек, который живет по Божьим заповедям, соотнося всю свою жизнь с повелениями Божьими, с волей Божьей, и с Божьей правдой, вот этот человек и есть единственный, по-настоящему мудрый. А те, кто уклоняются тем или иным способом, попытки не в заповедях, не в контексте Божьего присутствия прожить свою жизнь или проложить свой путь, это и называется путем глупости. Глупости, потому что это путь, ведущий в погибель. Стало быть, вот разумные будут сиять, как светило на тверде небесной. Разумные имеются в виду не те, у кого IQ большой. Это само собой разумеется, потому что различить добро и зло требуется большой IQ. Но, тем не менее, разумные это те, кто выбирают следовать благу Божьему, заповедям Божьим, вот этому пути. И дальше здесь, видите, Даниил слышит некий диалог между видимыми им мужами, стоящими по берегам реки, и обсуждающими, когда будет конец этих чудных происшествий. Имеется в виду, конечно, вот все те события угнетения, гонения на веру Израиля, которые имели место в державе селевкидов, в частности, при Антиухе и Пифании. И вот это вот все нагнеталось, нагнеталось, и уже готово было взорваться, и много нового и странного для библейского взгляда на историю начинало происходить, и появляться, кстати говоря, разнообразные квазимаргинальные такие течения группы. В иудаизме он становился более разнообразным. Это не просто наступление Антиоха и Пифана на Иерусалимский храм и, соответственно, сопротивление Маковеев. Вот целый усложняющийся и усложняющийся, углубляющийся исторический процесс, вот это вот все названо чудными происшествиями, когда уже это все кончится. Смотрите-ка, здесь не идет речи о том, чем это кончится. В общем, имплицитно предполагается, что кончится, это все победой Бога, тем, что многочисленные спящие в опрахе восстанут, все записанные в книге праведников, то есть те, кто чьи жизни принадлежат Богу, вот они входят в некое царство неба в нашей жизни, царство небес, и вот это своего рода эсхатон, цель истории, цель. А интересует Данила, собственно, когда? Как долго ждать? Как долго еще остается у нас как много времени для того, чтобы с таким трудом каждый день выстраивать свой путь жизненный, нравственный, духовный перед лицом Божьим? Так читает это современный читатель, а для тех, кому, собственно, Данила обращается, это скорее означало именно одно из очередных осад Иерусалима, потому что в это время такого рода событий происходит достаточно много, и с абсолютной уверенностью, в какой именно осаде, и именно ли Иерусалима, скорее всего Иерусалима это относится, трудно сказать, тем не менее, вот наступил для читателей Даниила некоторый важный очень и трудный, особенно трудный момент, но больше всего подходит, конечно, здесь именно осада, или наоборот уже пленение, то есть оккупация Иерусалима, и вот задается вопрос, сколько будет это продолжаться, ну смотрите, во-первых, здесь само, как нечто само собой разумеющееся, предполагается, что времена язычников кончатся, что вот эти времена осады или захвата, оккупации Иерусалима, мерзости запустения, стоящие на пустом, на святом месте, как в предыдущей главе, что эти времена кончатся, не вечно будут властвовать в мире и в том числе в Святой Земле язычники, не вечно они будут пренебрегать Господом Богом нашим, не вечно они будут побеждать народ святых, то есть народ людей, чьи сердца, и чьи жизни принадлежат Богу, не вечно и в последующей эпохе для всех, кто оказывался во власти язычников, как правило, можно даже сказать практически всегда власти жестокой, кровожадной, лживой, вот этот текст всегда был таким лучом надежды, где Бог через автора говорит не навсегда, вот эти времена кончатся и да, действительно это не может не быть источником замечательной надежды. Теперь Даниил говорит здесь в этой заключительной части главы о том, что он не понимает того диалога, которым слышит, не понимает, что такое конец времени, времен и полувремени и по совершенному не изложение силы народа святого. Не понимает. Ну и в конце концов может быть и надо этого понимать. Не зря Господь Иисус говорит своим ученикам не ваше дело знать времена и сроки. Гораздо важнее, что речь идет о победе Бога, которая совершится после совершенного, по совершенному не изложении силы народа святого. Речь здесь идет о том, что народ Божий свидетель о Боге, народ доходит до состояния изнеможения, вот, до полной немощи. Так это видится Даниилу, до полного уничижения, и только после этого будет совершена победа. И это тоже библейский образ, который чрезвычайно важен для понимания, к примеру, евангельской истории, того, что происходит в Евангелии. это не предсказание, нет, совсем, это попытка понять и объяснить, что же это такое нисхождение в полную немощь, в полное поражение. Здесь поражение святого народа, в Евангелии, как вы понимаете, полная немощь и поражение Христа на кресте, и только через это может лежать путь к победе. Вот это пытается автор Даниила донести до своего читателя. И он говорит о том, что вот в конце, когда он заканчивает записывать, ему говорится, чтобы были сокрыты запечатаны эти слова до последнего времени. Как обычно, речь идет о некоем предсказании, которое жанр требует заключить под спут, чтобы оно было неизвестно до последних времен. При этом многие очистятся, убелятся и будут переплавлены. Говорится о том, что к этому последнему времени, почему нужно, чтобы это предсказание про количество дней, про время, времена и полувремя, чтобы оно было скрыто, чтобы люди прошли свой путь, и те, кто хотят, могут, предначертаны, записаны в книге, как угодно, очиститься и встать на путь правды Божьей, чтобы они это сделали. А нечестивые будут поступать нечестиво и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Значит, мудрые могут уразуметь и уразумеют путь мудрости, то есть путь заповеди Божьих, путь правды Божьей, путь следования воли Божьей, и вот для того, чтобы они сумели, смогли, встали на этот путь, нужно время, они честивые, они все равно ничего не поймут. Если они не поклоняются Богу истинному, если они не ищут мудрости, ну, они, сколько им не давая времени, они ничего не поймут. Поэтому вот определенное время, которое Бог определил, оно для того, чтобы мудрые вошли. Пока войдет полное число язычников, выражается в одном месте апостол Павел, и он имеет в виду именно эту парадигму из 12 главы Даниила. Двери открыты, пока все, кто хотят, могут, устремлены, предопределены, каким-то образом предначертаны или призваны, чтобы они могли войти, чтобы не захлопнулись эти двери раньше времени. Ну, и дальше здесь говорится о том, что со времени прекращения ежедневной жертвы, скорее всего, речь идет о захвате Иерусалимского храма и поставлении мерзости запустения пройдет там сколько-то 1290 дней, а потом еще после 1335 дня что-то изменится. Ну, такие цифры. Сейчас можно уже не пытаться рассуждать, что они означают. А важно, что в последнем стихе сказано, Даниил, а ты иди к твоему концу и успокоишься, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Здесь говорится человеку о его личном воскресении, которое он теперь будет чаять, ожидать. Вот чая воскресения мертвых. Понимаете, здесь говорится о том, что конец человеческих дней, когда человек переходит в покой, это еще не все. И дальше будет восстание для получения твоего жребия. Личное воскресение, участь после которого зависит от некоего жребия, на самом деле, от того нравственного пути, который выбрал человек. И вот это пророчество о воскресении в том числе становится одним из самых важных, самых значимых компонентов надежды иудеев во все время от Даниила до заключения Нового Завета. Продолжение следует...